МОРДОВИЕ Я бы не говорила голословно о том, что у нас все плохо, что не выплачивает зарплата, что людям негде работать и так далее. Так как мы отвечаем за контроль надзора за исполнение трудового законодательства, в основном ситуация стабильная, нет такого всплеска, когда они выплачивают заработную плату миллионами в какой-то организации. Есть единичные случаи, и они гасятся. А есть случаи, которые финансовое состояние организации не позволяет им выплатить заработную плату. Но говорить о том, что какой-то экономический взрыв, что работники не получают заработную плату везде на предприятиях республики, я бы такого не стала говорить, я бы не утверждала. 16 организаций банкротов в основном из области строительства и как ни печально сельского хозяйства. На данный момент они должны своим бывшим сотрудникам почти 26 миллионов рублей. Не так давно, кстати, каждый житель республики это помнит, все было очень плохо сразу на нескольких крупных мордовских предприятиях. И власти республики их буквально реанимировали. Но оказалось, что в общем экономике промышленности это не сильно помогло, и банкротов не стало меньше. Трудовая инспекция это надзорный орган, статистика в их ведении никак не входит. Тем не менее, мы задали им еще один прямой вопрос, действительно ли средняя зарплата по республике самая низкая по Волжье. Говорить об этом оказалось очень сложно, а еще сложнее выявить. Минимальный размер оплаты труда это 11,165 в месяц. То есть это за норму отработанного времени. Многие работодатели, естественно, платят не минимальный размер, а зарплату где-то 20-25. Но есть и те, которые платят, естественно, только минимально. Но это все уже зависит от должности, от квалификации работника. Есть кто работает не только на ставку, но и на полторы ставки, соответственно, совмещают работу свою основную. Но, естественно, у них зарплата, соответственно, больше. Но говорить о том, что у кого-то 8 или 9 тысяч, это только за не полностью отработанное мясо, только за норму, мы по заявлениям выявляем, что меньший минимальный размер оплаты труда очень редко работодатели выплачивают. Одним словом, в Мордовии все хорошо и нет ничего ниже прожиточного минимума. Вы скажете, это неправда, и мы с вами согласимся. А дальше юридические моменты, которые очень тактичные. И некоторые люди скажут, что это политика и ничего личного. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.